Перекресток профинтерной Комсомольского для начала рейда выбрали не случайно. После обращения УНФ здесь еще летом сделали пологие спуски с тротуаров. Но появилась новая проблема – наледь. Тротуары, все-таки подходы к тротуарам, мы считаем, что так как основные жалобы именно идут на этот фактор, должны быть в ближайшем состоянии. Потому что травма получается именно на пешеходных, на тротуарах, пешеходных дорожках. Ну, мы сейчас оценим. Не только здесь к работам приступили, по подходам, но есть замечания. Надо немного дорабатывать. С этим согласны и простые горожане. Нужно получше чистить, чтобы не было перепадов. Ну и хоть иногда какой-то антилет сыпать. Очень скользко. Вторая точка – пересечение Чкалова и Комсомольского. Здесь нас ждет неприятный сюрприз – куча снега на парковочном месте для инвалидов. Я предполагаю, что прилегающее предприятие «Парковка общего пользования» очистило и не вывезло снег, как это должно быть, а складировало ее в этой точке. У нас этим занимается район? Ну, дальнейшее наше действие – это, естественно, предписание на предполагаемое лицо. Но и это не все. Вопреки правилам благоустройства, бордюры от снега не очищены, из-за чего дорога стала уже. Пообещали – исправят. А еще уберут сугробы рядом с пешеходными переходами. «Самих водителей не видно пешеходов. То есть вот эти снежные завалы, которые мы видим сейчас, они закрывают. То есть людей действительно не видно. Потому что здесь можно подойти, промерить. Вот сейчас человек даже идет – это метр двадцать». «То есть такое понятие, как треугольник видимости?» «Ну, то есть треугольник видимости здесь нет». Одна из причин того, что снег подолгу остается на обочинах, поясняет Антон Шеломенцев – нехватка дорожной техники. Ее в городе на 30 примерно процентов меньше, чем нужно. Не хватает и дворников. Правда, в ближайшее время обещали все нарушения исправить. Впрочем, сделать это придется и по предписанию прокуратуры. А следующая проверка ОНФ состоится уже на следующей неделе. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости.